Русская классика Русская классика Русская классика У нас был, как вы понимаете, другой регион, Мариэлл и Йошкар-Ала. Мы показали три спектакля, два детских и два взрослых, но «Ищи ветра в поле» мы показали дважды детскую сказку, а также показали сумасшедшую квартирку, комедию, мелодраму, мимолетом. Выбор этих спектаклей был обусловлен скорее требованием площадки, потому что комедия и мелодрама, детская сказка – это более массовый спектакль для массового зрителя. К сожалению, наши спектакли «Вишневый сад» из последних не могли чисто технически встать на их площадку, потому что театр оперы и балета для драмы не совсем приспособлены. Поэтому мы бы хотели побывать, возможно, и в Йошкар-Але, но на другой сцене, может быть, даже в национальном театре, драматическом, потому что, конечно, хочется показать и другие наши спектакли, в том числе классические постановки. Впечатления самые позитивные. Несмотря на не очень хорошую погоду, все равно Йошкар-Ала – город необычный, может быть, неоднозначный, но нашим ребятам удалось и погулять, и посмотреть набережную, которая за последние годы совершенно преобразилась. Очень хорошо нас принимали на этой площадке, очень помогали, потому что выступать на не своей площадке – это всегда стресс. Тем более за столько лет мы впервые выбрались. Конечно, и артисты переживали, и технические службы работали в цитноте, потому что надо все настроить, и, конечно, показать себя в лучшем свете. Потому что, ну, что такое Саровский театр для Йошкар-Алы? Неизвестная площадка, поэтому мы очень благодарим принимающую сторону за то, что помогли нам и с реализацией билетов. А Йошкар-Ала – город весьма театральный, у них много театров, и параллельно с нами в тот же период в соседнем театре проходили тоже в рамках программы «Большие гастроли», гастроли Подмосковного театра. И поэтому у нас была конкуренция, но все-таки больше тысячи зрителей, йошкар-Аленцев посетили наши спектакли, очень хорошо принимали их, несмотря на наши волнения. Всегда это были и цветы, и овации. Поэтому, конечно, нам понравилось. И мы бы хотели и в дальнейшем выезжать на гастроли, потому что это некий стресс, и проверка себя, и вообще посмотреть, как реагируют зрители в других местах на наши работы. Это очень важно для артистов. Насколько я знаю, у вас в скором времени будет еще один выезд, на этот раз в Москву, да? Вы едете на какой-то грандиозный фестиваль. Да. Вообще это огромная удача, потому что наш спектакль «Алиса» отобрали в рамках международного большого детского фестиваля, который проводится второй раз. Куратором этого фестиваля является Сергей Безруков. И прекрасно получилось то, что мы с нашей большой, грандиозной Алисой умещаемся на площадку губернского театра. Потому что Алиса вообще удачный спектакль. Он и здесь нашим горожанам понравился. И в принципе на все фестивали, которые мы заявляли Алису, везде ее готовы были принять. То есть технически не получалось вывести Алису, потому что она большая и не на все площадки встает. Но я так понимаю, что в принципе поставить Алису это очень сложно. И наверняка немногие спектакли, немногие театры могут похвастаться тем, что на их сцене идет Алиса Кэрролла. Ну в принципе, да, прочтения бывают разные. Вот мы столкнулись с проблемой именно технического характера. Не все площадки такие большие, не все площадки отвечают нашим требованиям. И монтировать нам пошли навстречу в рамках фестиваля московского. Будет проходить монтировка в течение суток. Мы здесь так ее долго монтируем, все декорации и там тоже. И 29 октября в 12 часов в Москве на сцене губернского театра мы будем показывать нашу Алису. Надо сказать, что фестиваль имеет очень хорошее финансирование, что приятно. И все расходы по организации гастролей ложатся на плечи организаторов. То есть фактически город не тратит деньги на наш показ Алисы в Москве. Но это фестиваль как в формате конкурса. То есть возможно еще какое-то призовое место занесутся. Очень интересный формат этого фестиваля в том, что там детское жюри. Разновозрастное детское жюри. То есть дети будут своим голосованием выбирать лучший спектакль. Если я не ошибаюсь, 15 спектаклей разных жанров, это и кукольные, и драматические, и музыкальные, будут показаны в течение месяца на разных площадках. То есть подведение итогов состоится в Санкт-Петербурге на Международном культурном форуме, который пройдет в ноябре. 20 сентября открылся новый 71-й театральный сезон. Его открыл спектакль «Русский медведь». Почему именно он был выбран? «Русский медведь» — это пьеса была выбрана режиссером Сергеем Кутасовым. Долгое время мы спорили по выбору материала. Ну, наверное, сейчас такой этап, когда захотелось поставить что-то такое лирическое. С юмором. Такая понятная постановка, понятный материал для того, чтобы наши горожане, собственно говоря, всех возрастов, пришли, посмотрели, им было все понятно, побудило какие-то эмоции определенные. Спектакль получился таким, как его задумывали. Мне кажется, что Сергей Кутасов, он именно режиссер таких постановок, близких и понятных людям всех возрастов. И в данной ситуации тоже все сложилось, мне кажется, и с актерским составом, и с прекрасными работами актерскими. Мне кажется, если кто-то хочет прийти и просто приятно провести вечер, то это та самая постановка, на которую стоит сходить. Я была как раз на открытии сезона, и ваши сотрудницы раздавали зрителям такие листочки с анкетами и спрашивали, что понравилось. Вот вы, наверное, уже анализировали их. Что зрители пишут, что вообще говорят про этот спектакль? В целом у нас очень доброжелательный зритель. Конечно, в этих опросах не анализируются сами спектакли. Здесь больше направлены на обстановку внутри театра, чисто технически удобно ли, комфортно ли зрителям в театре. У нас очень добрые зрители. Все, кто заполняет анкеты, чаще всего, конечно, дают позитивную оценку тому, как они получают услугу в театре. Что еще ждет зрителей в этом сезоне? Какие новые встречи, новые спектакли? Ну, стоит отметить, что год театра продолжается. И до конца этого года у нас будут еще три премьеры. Одна в Кузнечике, в театре кукол. Это будет постановка «Утенок и цыпленок» для самых малышей. Это Псутеев? Да. Ставит ее Егор Абахов. Это будет прям вот спектакль для самых-самых-самых маленьких. Потому что все-таки кукольный театр у нас сегодня пока традиционно. Это такой театр для самых маленьких, для малышей. Будет еще две постановки. Детские к Новому году постановка «Летучий корабль». Сказка. Поставит ее Антон Неробов с художником, с нашим главным Владимиром Николаевичем Шириным. Это в декабре. А сейчас начата работа уже над постановкой «Доходное место по Островскому». Ставит Илья Ротенберг, неизвестный нам режиссер, я имею в виду для Сарова, для артистов, молодой. Он уже известен в России его работами, в Нижнем Новгороде, в Тюзе он ставил. И пока работа только начата, и поэтому говорить еще о каких-то результатах рано. Но это будет классика. Оформление не классическое. Но я надеюсь, что будет интересно зрителям нашим. Анализируя ваши в принципе прошлые спектакли за последние несколько сезонов, очень много классики русской ставится. Почему? Ну вообще есть в городе запрос на классику. Когда мы задаем вопрос, что бы вы хотели увидеть? Чаще всего горожане отвечают классику. И в труппе есть такое настроение, желание. Потому что в принципе у нас есть разнообразные, конечно, постановки, учитывая тот факт, что в год мы ставим порядка 10 спектаклей на всех площадках, то ну как-то хочется и чтобы школьники ходили, потому что нам надо растить в себе зрителя. Хочется, ну вообще, чтобы были такие семейные походы, чтобы все было, ну чтобы сложилось и каждый мог найти то, что ему интересно. Стараемся учитывать вкуса наших зрителей, поэтому, наверное, вот в ближайшее время в принципе будет некий такой крен на классические постановки. Ну помимо тех, кто любит классику, у вас есть проект, который предпочитают люди, которые хотят каких-то новаций, вот проект «Везде театр». Да, в этом году он реализовывался и очень приятно, что наши молодые артисты с большим вдохновением, с воодушевлением сами вот это все реализовали. Скорее всего, до конца года сейчас пока говорить рано, но Женя Цапаев вновь работает над очередной постановкой в необычной локации, в необычном месте и скорее всего до конца года мы анонсируем и сможем будет еще одну постановку посмотреть в рамках данного проекта. Не хотелось бы его завершать в принципе, потому что это востребовано, это побуждает некий интерес, привлекает новых зрителей, возможно будет заряд энергии и творчества у молодых артистов, будем продолжать этот проект и впредь. Я всегда за, я считаю, что если ребята хотят, их надо поддерживать, нельзя говорить, пусть не всегда все получается так, как хочется, возможно, может быть, не все так складывается успешно, но молодежь мы должны поддерживать. Любое такое начинание я всегда рада. А возможно ли повторить прошлые спектакли в рамках этого проекта, которые были в прошлом сезоне? Я не знаю, стоит ли что-то повторять, в принципе, если есть такой запрос и у ребят будет возможность и желание, то может быть даже перенести в какие-то другие места, но наверное прелесть этого проекта в том, что он же бесплатный и поэтому те, кто хотел, я думаю, они следят за жизнью в театре и они попали. Может быть, что-то и повторится, но пока загадывать сложно, мне хочется, чтобы все-таки каждый раз что-то было новое, интересное. В конце прошлого сезона вновь был показан спектакль «Ищи ветра в поле», то есть ввели каких-то новых актеров, я так понимаю, будет что-то подобное с «Белоснежкой». Да, мы планируем показ «Белоснежки» уже в конце ноября. Мы поставили в репертуар. Вообще понятие вводов новых артистов это такой текущая такая ситуация, мы всегда немножечко откладываем какие-то спектакли, потом вновь их восстанавливаем, потому что вырастают дети, он немножко когда сходит на нет, мы не убираем совсем далеко его, если спектакль получился, был любимым, чуть-чуть откладываем, зритель успевает соскучиться, появляются какие-то новые артисты. Мы осуществили вводы в две постановки в летний период «Волшебника страны Оз» и «Белоснежку». И вот «Белоснежку» в конце ноября, я надеюсь, что наши зрители соскучились, и вновь все придут на наш, мне кажется, один из самых удачных детских спектаклей. Да, мне кажется, его можно смотреть десять раз, каждый раз открывать для себя что-то новое. А «Волшебник» из страны Оз? Ой, с «Волшебником» чуть сложнее, потому что у нас тут сложилось, получилось несколько форс-мажорных ситуаций, когда травмировались артисты, и вот мы ждем, когда получится так, что все выздоровеют у нас, и возможно на ближайшую перспективу, может быть, уже не в этом году, все-таки мы отыграем эти спектакли, потому что они яркие, красивые, любимые, и очень жаль, если они совсем сойдут на нет. Какие-то гастроли интересные предполагаются? Ну, помимо того, что вот мы съездили, мы сейчас осуществляем выезды, скажем, назвать это гастролями сложно, потому что мы выезжаем чуть дальше, чем в пределах города. Недавно выезжали на площадку Первомайской, показывали спектакль у Ковчега 8, и, возможно, до конца года мы еще поедем в Дивеево тоже с нашим детским выездным спектаклем. То есть это такие, ну, не совсем гастроли, все-таки в понимании и артистов, и театров гастроли, это когда всерьез и надолго. Поскольку финансово это очень затратно, и именно по этой причине мы сегодня себе не можем позволить долгих гастролей, поэтому приятно, что большие гастроли федеральная программа нам помогает, именно с транспортными расходами. Вот, а вот такие недалеко выезды мы можем осуществлять, и вот съездили в Первомайск, поедем в Дивеево. Еще, наверное, мы не поговорили про новый детский спектакль про Ёжика-медвежонка. Как вот его зрители воспринимают? Вообще, вот, мое отношение к таким постановкам, к необычным постановкам, необычный сам материал, необычное его преподнесение, когда и зрители сидят буквально рядом, да, он идет в маленьком пространстве. На мой взгляд, Ёжик и Медвежонок протирали звезды, это спектакль для семьи, потому что и взрослым, и детям последнее время мы все-таки стараемся ставить именно такие спектакли, когда и мама, и папа, и дети могут вместе прийти, а потом вместе обсудить, это очень важно. И поэтому, на мой взгляд, ребята замечательно реагируют, и взрослым не скучно на таких детских спектаклях. Пока билета все время нет. Они пока раскуплены, и есть коллективные заявки, поскольку это небольшое пространство, количество билетов ограничено. Сегодня Ёжик и Медвежонок протирали в звезды спектакль такой аншлаговый. Планируется ли его показывать, например, в детских садах? Он не выездной. Получилось так, что вот та атмосфера, которую создали художник и режиссер в плане оформления, достаточно сложная. Там много разных таких чудес, созданных с помощью света. И к монтировке на площадке детских садов он не очень приспособлен, поэтому мы его будем показывать именно в театре и именно в фойе. Поэтому все, кто хотят, могут заранее приобрести билеты, следить за нашей афишей, за репертуаром, тем более, что появилась у нас, наконец, возможность электронной продажи билетов. И половину билетов на сегодняшний день мы выкладываем сразу в продажу онлайн. Вы рассказали о том, что будет до Нового года. А после Нового года как будет жить наш театр? 71 сезон будет продолжаться. То есть я напоминаю всем, что театр живет не годами, а сезонами творческими. Он у нас начинается в сентябре и заканчивается в мае. И в январе мы вновь будем обращаться к классике игроки Гоголя. Выбор такой, знаете, такой немножечко начала сезона мужское. Как вы понимаете, мужская половина трупов будет занята в большей степени. Поскольку 2020 год будет у нас знаковым 75 лет Великой Победы, то конечно в репертуаре театра появится постановка к данному празднику. Мы ведем переговоры с молодым режиссером Петром Норицем, который хочет поставить необычное произведение, которое не пьеса, а он будет делать инсценировку по произведению «Облачный полк». Что получится тоже пока сказать сложно. он сейчас в работе, но мы планируем к маю такую постановку. И возможно будет еще классика, быть может для школьников в большей степени, потому что не хочется, я повторюсь, все-таки сегодня даже может быть ставить произведение по школьной программе, в том числе, чтобы привлечь школьникам к нам в театр. Это возможно будет даже «Горе от ума» Грибоедову, поэтому конечно появится комедия, Антон Неробов будет ставить, вновь будут сказки, будут какие-то малые формы, то есть каждое продолжение уже в лето мы пойдем, но это из ближайших планов на начало 2020 года. Уже много лет идут разговоры о строительстве новой сцены, есть вообще какие-то понимания, к чему это все идет? Как говорит Алексей Викторович Голубев, глава администрации, если мы не будем озвучивать эту проблему регулярно, она сойдет на нет. Да, мы много и упорно говорим об этом, обсуждаем, на сегодняшний день есть концепция, разработанная фирмой система, и она нас устраивает, то есть визуально мы представляем, что такое должно быть с малой сценой, что там должно быть, какое должно быть техническое наполнение этой сцены. Мы были бы счастливы, если бы так сошлись звезды и все получилось в ближайшее время, тем более, что сегодня есть национальные проекты, в которых предусмотрены деньги на реконструкции, на капитальные ремонты театров, и федеральный центр, и субъект готовы вкладывать деньги в реконструкцию театров. А что грехотать, у нас уже театру достаточно много лет, поскольку он был в 2006 году введен в эксплуатацию, в принципе, мы уже на пороге 15-летия существования в этом здании, и много чего хотелось бы уже обновить и наконец-то завершить эту малую сцену. То есть мы вновь об этом говорим, пишем, разрабатываем технические задания, обоснования, и я надеюсь все-таки два-три года в ближайшей перспективе возможно что-то сдвинется. Появление новой сцены может расширить репертуар нашего театра, привлечь новых артистов, расширить труппу? Ну, появление новой сцены скорее не расширит труппу, а даст возможность нам экспериментировать, раз, во-вторых, использовать чисто технические здания, ну, скажем так, более правильно, потому что не все постановки должны идти на большой зал. То есть возможно это расширит репертуар, мы будем ставить иные спектакли на меньшую аудиторию, на меньший зал. Во-вторых, конечно, это даст возможность проводить несколько мероприятий одновременно, то есть когда на двух площадках в одном здании будут проходить разные спектакли, и у наших зрителей появится возможность выбора. Дальше малая сцена, ту, которую мы хотим построить, это сцена трансформер, она сможет совершенно реализовывать разные пространства для совершенно разных проектов. В том числе возможно на этой площадке кукольные спектакли будут показаны. И в этом случае мы сможем расширить кукольное направление, увеличить, возможно привести новых артистов, потому что ведь на самом деле кукольный театр это не только для детей, это и для взрослых в том числе есть постановки. И если это будет, возможно новое именно такое направление появится в нашем репертуаре. Спасибо, Марина Владимировна, за интересную беседу. Коллектив «Наш канал 16» желает вам вашему театру дальнейших творческих успехов, совершений и всего самого спасибо, что позвали. Спасибо,